В Киеве В Киеве Я родилась в Киеве Это мой родной город И я его очень люблю Я очень много путешествовала И каждый раз, когда я возвращаюсь в Киев Я понимаю, что он не хуже Чем многие столицы мира Вынуждена вам признаться Что когда я собирала команду для съемок Очень многие даже не знали Кто такая Юля Санина И кто такая вообще Кнопарка Но тем не менее я верю в ваш успех Спасибо Для многих успех это деньги и слава Что для вас успех? Ну это реализация Это самореализация Это реализация людей, которые рядом с тобой Мы изначально, когда Делали группу Hard Kiss Придумывали концепцию Мы хотели, чтобы это была команда Не сольный исполнитель Юля Санина Вокалистка А все-таки группа И для меня очень важно, чтобы реализовались Все участники команды И реализация как девушка Просто в обычной жизни И как профессионал в профессии Вот то, что хотели сотрудничать с Жизи Это мечты, конечно Но я уверена, что через года 2-3 я пожму им руку Но нужно быть уверенным, правильно? Я искренне в это верю Да Что думаете об украинском шоу-бизнесе? Вот есть какие-то звезды, с которыми вы дружите С которыми вы сотрудничаете? Да, есть знакомые, друзья Ну то есть мы очень хорошо общаемся С Денисом Повалей Мы общаемся с Джамалой, Манекеном Вот этой всей их лейблом, их тусом Но честно скажу Состояние украинского шоу-бизнеса До недавней поры было достаточно печально То есть буквально пару команд, которые я назвала Действительно стоит вот Их стоит слушать На них можно расти, детям Развиваться То есть в музыкальном плане И слава богу, сейчас это вот все больше и больше Появляется новых команд Там Dead Boys Girlfriends Ну вот разных таких, которые не боятся экспериментировать Петь на английском языке, например И что-то новое Они все англоязычные, вы понимаете? Ну в основном, да Разве это украинский шоу-бизнес, если это англоязычная группа? Ну конечно, очень во многих странах группы поют на английском языке Потому что он интернационален И таким образом мы можем достойно представить Украину в глазах мира Потому что до этого, ну мы кроме того, как на территории СНГ О нашем шоу-бизнесе никто и знает, не знает За границей То есть Украина за границей Это в основном спортсмены Хочется, чтобы это были и какие-то артисты Не факт, что мы не споем на украинском языке То есть Вполне возможно, я не исключаю ничего Наоборот, даже в последнем клипе Который Вот у нас свеженький третий клип Мейкап, да Мы вставили целый украинский кусок Ну это все увидят в клипе Мы сняли даже визуально некий симбиоз украинской этники Костюма украинского национального И чего-то такого нового Фэшн Это есть я Я девушка, которая поет И которая хочет, чтобы все вокруг были счастливы Ну я честно могу сказать и признаться Что я влюбился в этих людей Что вот когда мы познакомились с ними Они в прямом смысле для меня были святые И мне очень было Ощущать эту комфортную такую маленькую гармонию Ощущать то, что такие люди еще живут в городе Киев И что с этими людьми 100% мы можем делать какую-то ступень Что-то делать для Украины Что называется ужасное слово «жлободрон» Что мы привыкли Вот почему россияне нас хвалят Мы молодежно делаем формат и так далее А в России я не буду конечно говорить, что там все так плохо Но опять же таки они отталкиваются от бабушек К сожалению, да, вот верка сердечкой рулит И опять же таки они 300 раз говорили об этом Вот, а хардкист для них конечно это жестковато Но при этом все они смотрят, думают, рассматривают под макро каким-то там Вот, то есть это работает однозначно У нас почему-то происходит так, что у нас видео выпускается чаще, чем музыка То есть есть у нас такой небольшой недостаток Хотя это и достоинно Мы просто все очень стараемся качественно делать То есть мы не можем выпускать песни, когда они еще сырые Ну, то есть аранжировка за три дня Это не наш случай Вот, поэтому мы выпускаем песни редко Но они у нас, на наш взгляд Ну вот, сделаны хорошо, качественно И я надеюсь, что до нового года Или по крайней мере к новому году Мы уже сделаем какую-то подворку Хардкист это коммерческий проект или творческий? А и то, и другое Я считаю, что ничего плохого в том, чтобы продаваться И быть успешным в финансовом плане нет Мы делаем все для того, чтобы людям хотелось голосовать за эту музыку И за этих людей, за этих персонажей деньгами Это самый вот первый, на самом деле Ну, это результат того, что все-таки успех есть какой-то То есть финансы это немаловажно Но мы не готовы делать продукт, за который не сможем ответить потом То есть для нас важно так, чтобы делать все так Чтобы не было стыдно потом за то, что ты делаешь И, честно говоря, петь ту музыку, от которой тебя самого тошнит Через год, через два не нравится Ну, зачем себя мучать? Ну, то есть это неправильно Это путь в никуда, я считаю Корпоративы? Завод, нет? Уже начинают, да Ну, скорее, как диковинку какую-то То есть посмотреть, а что же это такое И как оно выглядит И мы смеялись недавно, что под нашу музыку тяжело котлета в горло брать То есть лучше все-таки она идет, когда ее воспринимают, танцуют под нее, прыгают под нее Ну, не знаю, что-то в таком духе Так лучше, конечно Гордкис завязался, когда вы познакомились с Валом, да? Ну, тогда завязались, да Творческие отношения Мы начали делать Он работал на телеканале На MTV, да? Да, на MTV Украина Он вообще один из Их было всего пятеро людей, которые начали MTV Украина Получили лицензию Ну, вот он был в этой команде То есть он начинал, он стал у истоков И через там буквально два-три года он понял, что Ну, надо дальше расти, развиваться А ему всегда как-то с музыкой заниматься И тут мы с ним познакомились И мы начали делать музыкальный проект под названием «Вал и Санина» Это был дуэт, мы пели на русском языке Волны? Да, это Волны был первый видеоклип, который снят был полностью своими силами Волны снимал, монтировал Ну, такая первая ласточка Садись, мы уедем туда Где забудем города Наш путь, только ты, только я Наши звезды Я поняла, что петь на русском языке мне Ну, это не то совсем Нет вот этого качи Это вот фирменная музыка с русским текстом Слушается как народное тело какое-то Ну, то есть это не совсем естественно По поводу команды, вот ваши стилисты Бывает такое, что мнение вообще не сходится? Они делают какой-то образ, вам не нравится? Не можете на себя в зеркало смотреть? Нет, я вообще не вредная, во-первых А во-вторых, они профессионалы То есть и даже Меня спрашивают, а в чем ты завтра будешь? Я говорю, я не знаю Потому что я прихожу И то есть есть уже Есть какой-то концепт, который мы изначально выработали То есть там летний, например, концепт Вот у нас вот это, это, это Может быть вот такие вот краски Вот такое направление А уже нюансы, они вот выдумывают сами Иногда даже на ходу Ты же должен любить тех людей, с которыми ты находишься рядом Помогать друг другу и так далее Ну, а иначе Ну, то есть я не представляю себя Например, работающей в офисе Где там всякие склоки, раздоры Ну и так далее Ну, это как-то неинтересно А, почему Юля? Ну, потому что в группе Вален Санина Я увидел На самом-то деле очень много Довольно-таки много То, чего не увидел обычный зритель Помимо голоса Вот Мне всегда было интересно Якобы, как это, что И когда мне Валера позвонил То есть так, в принципе, и происходило Валера мне позвонил и говорит Что мы электронная группа Мы хотим снять клип Мы очень хотим, чтобы ты у нас поработал Вот И когда мы под вечер встретились Я был в шоке от того, что именно это они И действительно у меня где-то там В космосе была такая мысля Ребятам помочь Если бы так бы произошло Вот И тут просто все точки Как говорится Соприкосновения Они как бы совпали Интерес совпал Огромное желание совпало Вот Ну, опять же таки Год назад я уже пересматриваю образы И понимаю, что такого бы мы не повторили Это нормально Как и в музыке Как и в любом искусстве Мы идем на ступень выше Сегодня больше аксессуаров Завтра меньше аксессуаров Это нормально Артист должен быть на сцене В интервью На площадках Артистам от и до То есть все должно быть продумано И Ну, я считаю, что это правильно Ну, то есть Все должно быть Это шоу Шоу-бизнес Так должно быть И мне это нравится То есть я действительно Как и кричи Маска И мы, когда одеваем Этот образ на себя Это дает нам больше возможностей Чем то, что Вот я просто одеваю сарафан И иду по улице То есть я в этом образе Могу себе позволить на сцене Ну, все И мне будет все простительно Потому что Потому что я артист Звезды Звезды, они на небе А мы артисты Мы музыканты Музыка прежде всего Звездная пыль Это все временное Это все разрушает человека На самом деле И потом люди становятся Душевнобольными Как к дружбе относитесь? Классно Но у меня немного друзей Девушек, друзей У меня вообще нету В основном это парни В основном это парни Ну, то есть Как-то так получилось С детства Я в школе С парнями всегда И сейчас с парнями Ну, мне как-то лучше по ним Мне с ними легче Вот Я не умею Триндеть по телефону По два По три часа Мое время Очень Ну, дорого Для меня стоит Я его стараюсь Тратить С умом С парнями Они всегда уступят Они всегда помогут Ну, это не потому Что это из корыстных целей Каких-то А Ну, просто так получается Вокруг меня Девушки Как-то не задерживаются Почему-то Снова хочу вернуться К песне вашим Слова Как вы пишете тексты? Ну, по-разному Ну, в основном это какая-то вот Как вяжешь Какой-то свитер Вот Строчка за строчкой Вот первый куплет с припевом Всегда идет легко Дальше Дальше Сложнее Нужно разбить Закончить Смысль Я всегда стараюсь Вкладывать смысл Я ненавижу Слова Ну, какие-то бессмысленные Даже в песне Dance with me Да, в которой есть Там слово dance Слова parties Слава богу, нету Которого я терпеть не могу Ну, просто В американской музыке Глупое В основном всегда Parties Dance Yo, man Там, не знаю Что в таком духе Ну, они в основном Такая веселая музыка Ни о чем Мне больше нравится британция Мне интересно Вавилон, например Ваша первая песня Которая стала Родилось в начале Слово Babylon Просто оно Очень яркое И оно Просто возникло Из ниоткуда И потом уже Ты мыслишь образами То есть Ты представляешь Там, Вавилон Это может быть Вавилон любви Который Вавилон что у нас Он у нас разрушился Правильно По библейской легенде Правильно То есть И дальше ты мыслишь Ты представляешь себе Этот образ Ты представляешь себе Девушку Которая горит Все изнутри Ты просто Описываешь Пытаешься Вникнуть в это состояние Которое наверняка Было у каждого Счастье Счастье И когда Все в мире Близкие люди Находятся И когда И когда тобой гордятся Когда родители Например Могут Мною гордиться Для меня это очень важно Осуществить Их какие-то мечты И Ну Быть достойной Дочерью Например На данном этапе Это важно Для меня Потом Наверное Для меня Будет важно Быть Хорошей мамой У Юли Довольно-таки Универсальная внешность Я думаю Что каждая редакция Это подметила Вот Об этом пишут Об этом много говорят Просят меня Сделать Менее Легче Все Но Опять же Я думаю Что Не сегодня Так завтра Все будет То что хочет Там какой-то Либо дизайнер Или Стилист Просто Сегодня Это так И сегодня Мы это так чувствуем Это Прежде всего Идет От чувств Которые Находятся И наполняются Внутри Команды Ну Хотелось бы Развиваться Еще в каких-то Направлениях Мне нравится Например Режиссура То есть Я смотрю Вот со стороны Как Вал снимает Я присматриваюсь К его работе Мы вместе Всегда пишем Сценарии К нашим клипам И к тем клипам Которые он Снимает То есть Наша же команда HardKiss Она же Сейчас развивается Как Видеопродакшн То есть Ребята Сейчас работают И в видеонаправлении Сняли Уже достаточно Много клипов Другим артистам Вот И хотелось бы Мне все-таки Тоже как-то Реализоваться Мы уже сняли Один фильм С Малом Короткометражный Для проекта Влюбленные в Киев Вот И наша короткометражка Тоже там Достаточно грустная Лирика присутствует Снова Вот что-то Хотелось бы Развиваться В этом направлении Может быть Снять фильм Или сняться В фильме Ну это интересно Скажите Что вы Можете посоветовать Молодым Творческим ребятам Которые вот Хотят еще не быть Услышанными Но Но нет Я начала этот путь На сцену С трех лет Мною занимались Родители Возили меня По разным конкурсам Помогают ли конкурсы Нет Ну вот Это Это как Просто ступень Для Самозакалки То есть Когда я приезжала На конкурсы На меня смотрели Вот такими глазами Потому что Знали что Ну Это будет победа Потому что Это было так часто Так много Но сказать Что То есть Это только ради Своего личного Какого-то развития Я понимаю Теперь Вот уже Спустя какое-то время Что самое важное Это команда Артист один Ничего не сможет То есть Если вы думаете Что вы хорошо поете Хорошо двигаетесь На сцене И это все Что нужно И вы сами Сможете Все осуществить Накраситься Одеться Менеджмент Пропиарить себя И там Организовать Свои выступления Это Это неправда Ну то есть Нельзя быть Настолько Самонадеянным Ну то есть Все-таки Как и в любом бизнесе Нужна команда Хорошо Спасибо Юлечка Спасибо Я хочу вам пожелать Только успеха Чтобы все сбывалось Все что вы хотите Только новые образы Только новое вдохновение Все только самое лучшее Спасибо вам Искренне вам этого желаю Спасибо Юлечка Спасибо С вами была программа Айлаб Киев Юлия Санина И Елена Миссюра Субтитры сделал DimaTorzok